Друзья, интересную штуку могу вам показать. Смотрите, вертолетик Ранобот. Маленький, хорошенький. Там есть двигатель Ротакс. Летает на обычном бензине, автомобиле. Никаких проблем. Летает по друктере. После зимы тренируется висеть. Проверяю всю систему своего вертолета. Самое интересное на вертолете, конечно, вот так вот и подвиснуть, смещаться куда-нибудь. Причем, тогда должно сейчас дуть достаточно приличный ветер. Угибать. Отлично. Полетел куда-то. Надо будет с ним полетать как-нибудь. Очень красиво летает, очень красивый вертолетик. Еще такой же вертолетик, только с параллельной посадкой есть. Мой друг, он сейчас вот один летает. А есть еще такой же вертолетик. У него посадка... Его посадка получается параллельная. Вертолетик стоит в прицепе обычно. На автомобиль зацепили, привез на аэродром. Сейчас здесь вот раз отвлекается. Вот это мои стоят два прицепа. В одном из них это принцесса прицеп, а второй прицеп... от обестреля Тавруса. Вот как раз Терри мне его продал. И сейчас мы с ним планируем на днях собрать Тавруса. Классно, потому что обычно вертолет взял и куда-то улетел сразу. Интересно. Вам повезло в ролике, что он решил пожужжать сегодня. Я, конечно, на таком вертолете как раз вот прям на таком же самом учился летать у нашего знакомого Мэтью. Там дальше за вот этой горой. Долина Брянсон. Долина Барселоне. Так вот в Долине Барселоне взлет Мэтью, который такие вертолеты собирает. И у меня 15 часов на таком вертолете. Он простой, как Валина. Психологеристу достаточно легко научиться в вертолете. Потому что управление, работа педалями, работа ручкой, нехорошим фрагеристом. Она, ну скажем так, очень похожа не вертолетом, не гидридными действиями. А характером, что это движение должно быть достаточно мягкое и точное. Там, с осознаванием инерции этой всей конструкции. Ну, у меня достаточно быстро получилось там буквально на пятом часу висеть. Вот так и налетал 15 часов. Потом и Саша еще уносились своим другом по горам здесь. На другом напроситься к Терри, вспомнить себя в молодости. Ну, это как, потренироваться. А то, честно говоря, конечно, сколько? Буду летать, 4 минута там. Это люди забыли вообще. Сделан так, чтобы любой человек мог. И, естественно, научившись, но максимально просто эксплуатировать. Такая портовая ВМ стоит. Нормальная ванна местная, которая все раскатывается, как работают. Да, это будет. Вот, вот, вот. Вот, вот. Красавчик. Я бы подошел к ним поближе, но не хочу. Потому что... я мешать да вот нет слушаю новый он с этой игрушка уже черти сколько носится довольно много с ней летает видишь все планеристы прийтили теле галит классно видишь попали удачно друзья пишите как вам понравился этот вертолет если вы очень хотите плен и заставлю его нам рассказать какие-то субтитры вообще у меня друг саша когда наконец-то откроется железный занавес приедет вот тогда мы с вертолетом это кафе наша с которого вы иногда стримы наблюдаете будет она в пятницу работать уже тепло кстати достаточно поэтому я думаю что мы как раз сделаем вечерний стрим с музыкой как обычно на аэродром все давно приземлились было отлично было сегодня погода великолепная набирали мы сегодня 3000 до 3800 метров набирали вот в этой машине 3 живет она как автодом у него и собственно на этом вертолете он летает он в свое время решил просто чертове мать или продать квартиру она не нужна купить вертолет дома планер сейчас он нет он живет конечно где-то но летом он живет в машине вот в машине замечательно и летает на вертолете а вру друзья это не ранопод это компресс это работа это немножко другое как раз когда параллельная посадка это компресс называется летолет делайте его собирают в италии это патентованная а это особенная редуктор здесь временной привод двигателя идет через таких много инноваций которые делают из этого вертолета что такое очень простое особенно и интересное на этом вертолете мэтью который вот мой друг живет в Барсанбанезе он летал до Камчатки собственно приземлился пролетел отсюда с Европы через Гренландию и так далее и тому подобное обязательством интервью сделаем до Америки в Америке его почти арестовали но он сказал что деньги завтра принесет 30 тысяч долларов в США выписали потому что документов не было он сбегал на заправку принес три ведра ну короче сколько-то топлива залил и улетел в Канаду в Канаде заправился дальше долетел до Чукотки да до Чукотки по-моему долетел и там у него свой какой-то подшипник развалился он сел в болоте потом его арестовали потом жил в общежитии в офицерском общежитии но считал что это тюрьма в конце концов его отпустили назад во Францию а через некоторое время даже вертолет смог его друг забрать когда он полетал с Мэтью на вертолете и он сказал Мэтью какая у тебя есть мечта я тебе ее осуществлю он говорит слушай ты можешь мой вертолет из России добыть он говорит щас завтра будет он контейнер пришел я именно на этом вертолете летал Терри ты счастлив? да это первый взлет первый взлет да это супер потому что я начинал фильм и делал историю может быть о геликоптере почему ты покупаешь этот модуль это компресс итальян это один из самых построенных в мире и это еще очень легко взлететь даже легче чем с одной стороны side by side супер а какая она фильм little bit you just wait up потому что ага бам друзья видите как да 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 можно было получить по башке вот как реализована втулка винта видите она как-то подвешена достаточно качается как хочет что здесь интересного ну вот двигатель видите ротекс ну вот ротекс ротекс но он единственно немножко усилен здесь стоят мощные теплообменники для масла там для для всего вот epa power ну то есть это какая-то модификация ротекса все достаточно просто как велосипед как этот как мопед мы когда саша летали на такой штуке он говорит Игорь это мопед но я с ним согласился то есть это такой вот взял да полетел как мы эти через надо представить над северным морем над Гренландией над вот этим всем на таком вертолете ой и вы не знаете чем больше всего пугает вертолет тем что вы представляете сколько у него всяких штучек крутится как планер летит у него ничего особо не крутится вот летит он спокойно а вот тут ты летишь у тебя постоянно что-то крутится вот ты висишь на вот такой вот втулочке и как-то все это вот достаточно тревожненько вот как устроен этот вертолет здесь если не вот такое использовать кресло какое-то немножко другое то есть есть модификация которая позволяет вдвоем летать ну честно говоря вертолет кайфовый вот этот именно в одноместном режиме он шуршит журжит и летит собственно Мэтью тоже сделал свой вертолет так чтобы можно было летать на большие дистанции у него получалось что он сформовал такой здоровенный бак а по сути сидел еще в вертолете еще на дополнительном баке да в свое время был проект мой друг Игорь Авдеев им занимался таких вертолетов он 2 штуки в Россию завез и была идея продавать недвижимость в Подмосковье там где-то далеко и в подарок давать вертолет то есть вот купил ты там допустим какую-то фазенду огромную и дали вертолет чтобы ты мог летать была идея сделать вертолетные станции там где-то парковки там какой-нибудь тушина когда его еще не застроили и так далее и тому подобное но увы увы так что друзья вот что вам еще рассказать не знаю такой вот маленький маленький хорошенький это видимо одна из самых первых версий я смотрю потому что тут не узнаю не узнаю немножко систему его управления потому что говорю вот то на чем я летал чуть-чуть по другому панель выглядела ну как ходят слухи что все здесь очень просто вот ручка вот педали вот крутится и летит это очень здоровый систем потому что воздух всегда пушит а а иногда дверь открывает потому что парня и потом они стреляют потому что они стрелы это очень хорошо это очень хорошо и конечно вы хотите больше места но если вы огромный очень большой 110 кг это не проблема это 914 который сейчас очень легко найти и работает очень хорошо с турбой 115 хп но не сильно быстро поэтому мы летаем но это версия вы летаете только одну а в начале мой инструктор был так и конечно это 2 и конечно люди которые не хотят быть так и сейчас есть александр александр это из самой компании да я исследовал 15 часов с этим 200 я только 15 и делаю в Барсово и да но это не так легко это это очень легко в монпе Телимар где много тренировок это остановилось и цена очень хорошая это это вы можете найти 40 тысяч 40 тысяч потому есть 600 дом это 22 тысяч евро но это много для людей и 600 вы можете найти 40 тысяч супер я сеньки ври мать друзья ну теперь точно все спонтанный обзор удалось и даже поболтать поговорить вы понимаете да вот вот телефон со мной был я исключительно нажал кнопку и побежал снимать вам видите какой получилось хоть знакомство с компрессом пишите если интересно я вам обязательно расскажу больше вот видите тут как редукторочек выглядит как все просто вот такую штуку за 40 тысяч евро можно купить представляете надо подумать вы же себе такое надо да не я уже я говорю что для меня основное это когда вот это крутится куча вот я я всегда как сороконожка как-то умудрилась подумать о том как она идет и перестала ходить вот это если на этой штуке мне кажется если очень серьезно задуматься как вот это все крутится и жужжит и двигается и ну летать перестанет не 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 будет летать хорошо до новых встреч глубоко уважаемые любители летных видов спорта пишите что вам еще снять да Субтитры создавал DimaTorzok